Вы могли бы себе представить, что где-то среди лесов может находиться настоящий подземный город со всей необходимой инфраструктурой? Кто же мог осуществить такой сложный проект? Сегодня я покажу многоэтажный бункер, который был почти мифом, старой легендой. Мы пройдемся по коридору бункера, который построили по секретному заказу Сталина и прямо под его собственной дачей. Ну что, выпало только снега, что мы просто банально въехать не можем. Сейчас Даниэл будет въезжать между двумя блоками. Ну, кстати, место-то есть. Снег единственное, что по колено за ночь выпало. Нормально. Проход пипец просто. А вон и ворота усадьбы. Кстати, уже подраскрасили. Ну, когда-то это все было покрашено в зеленый цвет, как, собственно, все дачи Иосифа Виссарионовича. И тут мы тоже еще видим следы зеленой окраски. Слушайте, какая красота. Снег падает, тишина. Кто бы мог подумать, что в этих лесах будет спрятана бывшая дача Сталина. С погодкой, собственно, как и всегда, мне везет. Сейчас какие-то дикие морозы стоят. Вот. Ну, в этот раз я прямо подготовился. Взял для обычных кроссовок вот такие вот гетры. Штука довольно простая. Тут они снизу крепятся. И здесь, по большому счету, как получаются длинные сапоги. В обычных кроссовках ходить, ну, это мучение было бы. Знаете, пока я иду до этого места, хотел пару слов о нем рассказать. Эта усадьба была построена помещиками Алексеевыми где-то лет 200 назад. Долгое время после революции она пустовала, принадлежала разным чиновникам. Вот. И в 32-м году сдача перешла Сталину. И стала его официальной личной резиденцией. Он тут бывал несколько раз. По-моему, в 33-м году официально эта дача стала его. Но где-то в 40-х годах тут началось строительство огромного по своим масштабам бункера. Итак, мы сейчас находимся у речки и летим в сторону главного дома, где отдыхал и проводил время товарищ Сталин. Вот здесь была собственная оранжерея, где-то здесь коровник. Ну, а чуть подальше овощехранилище. Вот главный дом. Его сильно переделали под Сталина. Повсюду еле заметны вытяжки из бункера. И различные входы в него. Я еще к ним подойду, чтобы показать более крупно. А вот здесь скрытый переход в бассейн. Ну, а здесь переход из бассейна в самое интересное здание. Именно там находился вход в бункер. А вот это еле заметное здание тоже является входом в подземелье. Сейчас к нему подойду поближе. Вот такое вот неприметное здание. И отсюда был проход в самый бункер. Такой вот неприметный зеленый домик. С высоты вообще не видно. Вековые деревья. Кто мог подумать, что здесь спрятана настоящая история. Довольно известный факт, что Сталин совершенно не любил море. И говорят, что когда-то он там чуть не утонул. С одной стороны, конечно, речки это было круто. Но Сталина это, насколько я знаю, не трогало. Львы, я думаю, еще с тех времен осталось. С каждым годом, конечно, они разрушаются все больше и больше. Вот она, резиденция вождя народов. Вообще, резиденции Сталина не отличались какой-либо роскошью. Тут не увидишь золотых унитазов, вычурности. То есть, все максимально стандартизировано. То есть, если смотреть в Абхазии, в других местах, то есть, ты приходишь, и примерно все одинаково. Столовая, отделка дубом. Правильно, конечно, говорят, что на этой даче совершенно нет никакого уюта. То есть, несмотря на то, что сюда приезжали отдыхать, нету каких-то теплых тонов, каких-то небольших комнат уютных. Здесь, после смерти Сталина, располагались всякие дачи высокопоставленных лиц. Ну, в основном, КГБ и все, что с ними связано. Поэтому дача ремонтировалась, переделывалась. То есть, ремонт тут был, и было, конечно, множество. Тут нельзя прям так говорить, что она там за сколько-то полвека ни капли не изменилась. Конечно, изменилась! Вы знаете, вроде бы я тут во второй раз, и каждый раз меня все сильнее и сильнее поражают масштабы этого места своей красотой. В прошлом году я был такой золотой осенью, сейчас снежно-зимой. У товарища Сталина всегда было множество различных спален, для того, чтобы даже персонал и охрана не знала, где он именно ночует. И поэтому тут было построено множество различных ванн. Причем однотипных. Вот, кстати говоря, одна из них. Тут очень много пятисотых евро. Но они, само собой, не настоящие. Кто-то тут устраивал очень активно фотосессии. И вот список всех прекрасных людей, которые задонатили после минувшей серии. Именно благодаря вашей поддержке есть возможность путешествовать и снимать вот такие вот уникальные места. Огромное спасибо! Слушайте, ну вот довольно стандартная столовая. Конечно, ее переделывали уже в советское время. И все мы знаем, какую сложную проверку безопасности проходила в то время пища у товарища Сталина. На продуктах питания стояла подпись, фамилия. И если что, можно было разобраться, кто это товарищу Сталину приготовил какую-то бурду. Как говорили раньше, у каждого несчастного случая есть имя, фамилия и отчество. В прямом смысле слова так и было. На территории дачи каждый день работал персонал. Команда поваров, садовников, животноводов были постоянно на чеку. Ведь Сталин мог приехать в любой момент. Вот, ну а комнат тут, конечно, просто очень и очень много. Чтоб не запутаться бы. Так, из этого хридора сразу подъем наверх. Так, ну-ка, что же это? Неужели это лифт на дачу Сталина? Ну-ка, приедет, не приедет? Эх, не приедет. Друзья, если хотите знать о всех новостях о канале, то обязательно подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, ТикТок. В общем говоря, все соцсети я оставляю в описании. Ты как думаешь, почему тут так много книжек и вообще очень так все современно, не по-сталински? Ну, насколько я знаю, здесь же был то ли интернат, то ли какое-то медицинское учреждение. Да, там детишки отдыхали, типа санатория. Ну и поэтому тут все так перестраивалось и, ну, видны, так скажем, признаки новые. Это же в 90-е, да, уже было? Что-то, да, вот уже ближе к развалу Советского Союза. Ну, смотри, значит, 80-е даже, 80-е и 90-е. Ну, а после развала Советского Союза санаторию детскому пришлось ремонтировать здание. Крыши текла, трещины, ну, все по классике. Но денег ремонтировать не было, детей в таком здании содержать тоже было нельзя. Вот, ну и было принято решение оставить до лучших времен. И вот так вот 30 лет стояло, и никто сюда не ходил, никто об этом месте не знал. О нем полностью забыли. Усадьбы-то усадьбы, но приехали мы сюда смотреть не панорамы их, а приехали мы сюда посетить настоящий бункер Сталина. Туда мы сейчас и отправимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько тут пролетов? Я даже не знаю. Да, я спускаюсь и спускаюсь. Где-то в среднем 14 метров под землей. Друзья, такое можно увидеть только раз в жизни. Только представьте себе, то, что по этим коридорам ходил товарищ Сталин. Отсюда не было больших отчетов, исследований. Это вдвойне поражает. Я надеюсь, что в этом видео я покажу этот бункер наиболее полно. Слушай, вот вы только что сейчас об этом говорили. И пришли вот к какому выводу Сталин, скорее всего, спускался на лифте. Потому что конкретно по этому коридору он, скорее всего, не ходил. Но нам нужно найти этот мраморный коридор, где он 100% ходил. Да, да. Ну как, у тебя глаза горят, как... Конечно. Конечно. Не хватает метро-2. Вот когда я был в прошлом году здесь, я просто представить себе не мог. То, что под землей может находиться настоящий бункер Сталина. Потому что я был во множестве усадеб заброшенных. И прикол в том, что на каждой усадьбе всегда есть своя байка. Всегда есть какой-то бункер. Всегда есть тучи каких-то различных переходов, которые никогда не подтверждаются. Вот я больше 10 лет езжу по подобным местам и ничего не подтверждалось. Спустя неделю после того, как я здесь побывал, выходит отчет, когда ребята откачали отсюда воду. И я просто представить себе не мог, что вот 30 лет здесь никто не был. Вот тоже обратите внимание. Ну-ка, интересно, щелкнет? Нет, совсем затвердели. Здесь можно было помыть руки. Правда уже подсрезали все, видимо, когда уходили. И вот такая вот была небольшая комната. Здесь были тумблеры, которые отвечали за свет, за все, можно сказать, отвечал. О, кстати, обратите внимание. Мрамор. Ну-ка, что тут написано? Группа номер 6. Группа номер 5. Вообще, есть несколько версий того, почему вот все эти подвалы оказались затоплены. Первая версия гласит то, что когда уходили КГБшники, нужно было, естественно, все за собой закрыть. Ну, а чтобы точно не ладили, нужно было затопить. Эта версия была очень и очень долгая, но если посмотреть на карту, станет понятно. Тут поблизости река и, скорее всего, она все и затапливает. Ну-ка. Что это такое? Даже не знаю. Мы нашли артефакт. Это ключ для затяжки фильтра-вентиляционной установки. Для постановки нового фильтра. Вот. Ну, тут довольно стандартные санузлы. На них особо останавливаться не буду. Сейчас я нахожусь в ВВУ. Это фильтр-вентиляционное устройство, по-моему, расшифровывается. По-простому здесь обеспечивали в этом убежице воздух. С помощью вот таких вот огромных совершенно баллонов. Слушай, ну, я так понимаю, это получается типа фильтра, правильно? Ну да, это те самые картриджи, которые вставлялись в фильтровую вентиляционную установку. Это, судя по всему, были свеженькие, которые были готовы на смену, потому что еще не распакованно. Вот заглушки стоят на канале. А внутри активированный уголь, ассорбент. В общем, все, что полагается. Тогда в основном активируем углевую все это делаем. Ну, для очистки воздуха. Да. Видно вот два коридора. Они не просто так здесь стоят. Все это нужно для того, чтобы гасить взрывную волну в случае всяких обострений. Удивительно. Ну, сколько лет прошло, а лампочка все на месте. В любом абсолютно бункере всегда есть множество выходов. Потому что, ну, если, например, противник знает об этом месте, а он, скорее всего, знает об этом бункере, первое, что сделает противник, это завалит выход. И все. Бункер превратится в могилу. Вот. Поэтому у каждого бункера всегда было как минимум пять выходов. Вот один был, собственно, из самой усадьбы. Сейчас мы через нее заходили. И множество выходов было еще по ходу этого бункера. Вот, например, вот здесь вот можно было вылезти и пролезть через другие коммуникации. Хорошо, что, конечно, сейчас не плюсовая погода и нету массового таяния. Потому что тут все довольно быстро бы заполнилось водой. И пройти было бы тут, ну, просто невозможно. Слушайте, тут прямо двери на все вкус и цвет. Тут есть и обычные деревянные, есть железные. Вот, кстати говоря, про выходы. Здесь еще один, третий выход, я так понимаю, был наружу, чтобы можно было в случае чего срочно эвакуироваться отсюда. Бункер довольно интересный, он разветвленный. То есть, только что мы шли по нескольким параллельным улицам. То есть, этот проход соединен с параллельным, а параллельный еще соединен. То есть, тут такая довольно интересная коридорная система с различными входами, комнатами. А вот, кстати говоря, и четвертый выход, а может и пятый, я уже запутался, на самый верх. И вот здесь вот как раз вот находилась лифтовая шахта. Если еще знаете, раньше при Советском Союзе именно так вот и они отделывались. Чему эта комната посвящена? Это, собственно, машинный зал, дизель-электрическая станция. То есть, от этого комната питалась весь бункер? Да, собственно. Ну, питался по двум схемам. Он мог питаться по фильтру, так сказать, с воли, с поверхности. А в случае автонома, перевода режима... Ну, как резервное питание? Ну, основное в автономном режиме. Первый раз вижу такого типа двигатель. Он очень массивный. В то же время довольно мало цилиндров. Там 4 цилиндра всего. То есть, все здесь с запасом строилось, правильно? С запасом и с большим запасом. Например, фильтр-вентиляционная установка. Вот мы видели в предыдущем помещении. Она явно спроектирована с двукратным запасом по мощности. То есть, можно выводить поврежденные, можно выводить израсходованные секции фильтров и подключать без остановки работы всего комплекса, подключать чистые секции с фильтрами. То есть, все с очень хорошим запасом. Вау! Слушайте, а вот здесь вот было множество-множество проводов, которые, конечно, уже нету. Вот специальные были, да. Везде, везде были толстенные абсолютно провода. Также здесь было множество различных комнат. Опа! Смотрите, что тут было. Такой интересный тут санузел со стеклом зачем-то. Вот. Но на всех комнатах не будем останавливаться. Смотрите, какая тут интересная паутина. Я даже не знаю, то ли это плесень, то ли это... Даже не знаю, что какое-то растение, которое прямо опутало здесь все. Слушайте, ну тут очень много комнат, наверное. Я вот сейчас прошел, там штук десять. И параллельно еще штук десять. Я даже на всех не останавливаюсь. Кирилл, ты же тоже, получается, будешь свою версию выкладывать на эту же, правильно? Ну, конечно, впечатления-то у нас разные. Ну да. Если у нас с Ясенем впечатления во многом совпадают, потому что мы давно друг друга знаем, и когда люди долгое время общаются, у них уже и мысли, и впечатления становятся похожими, то с тобой мы общаемся не так долго и не так часто, поэтому наши впечатления отличаются. Да, но я думаю, то, что общее направление полного шока. Я, наверное, да. Тут Сталин ходил, понимаешь, по этому коридору отзывут. Это удивительно. Ты знаешь, что, здесь сильный запах сероводорода, мы уже про это поснимали, вот это, кстати, канализация. Да, но вряд ли здесь коллектор какой-то крупный идет, хотя кто его знает, может, что-то идет поблизости. Да все может быть. А еще, знаете, тут дизайн, такое ощущение, что находишься в метро. Везде находится вот такой вот мрамор, и мрамором тут отделаны буквально все переходы, как будто находишься прямо в метро. Коридоры, коридоры. Такое ощущение, что сейчас вот выйдешь, где-то здесь будет метро 2. Блин, ну смотрите, какие тут красивые. Вот здесь вот какие-то все мрамор, все настоящий мрамор. Где-то такое ощущение, что я сейчас выйду, а тут где-то метро Пушкинское. Смотрите, какая интересная дверь. Специально летая такая дверь железная. Вообще просто невероятно. Ну-ка. Опа. А вот тут он был как раз вот. Лифт. Лифт, по которому спускался сам товарищ Сталин. Ладно. Закроем на всякий случай. Я люблю за собой сюда двери закрывать. А, а вот и кнопочка. Ну-ка. Ну-ка. Эх, тут что-то все тумблеры затвердевшие. Ну, оно и неудивительно. Потому что воды тут было, ну, я думаю... Ну, вот, вот уровень воды. Вот сколько тут было. Вот. И меньше. Абсолютная тишина. Коридоры, коридоры. Абсолютно бесконечные коридоры. Я тут хожу уже второй час. И коридором все еще нет конца. Опять же, интересно, что все коридоры идут змейкой. То есть, там был поворот. Здесь поворот. И вот, видите, вдали еще один поворот. Вот. И заканчивалось все, конечно, гермодверю. Ну-ка, что тут интересное? А! Слушайте, это был, кстати говоря, пожарный шланг. Ох, тут... Смотрите, во что он превратился. Вы знаете, со временем иногда мне приходит отчаяние. Все в радиусе, там, 200-300 километров, все отснял. И уже приходит мысль о том, чтобы... А может, ну его нафиг? Че? Все, все тайны разгадал. Нет! Тайн еще дофига. И я думаю, то, что чем будет больше времени проходить, тем больше тайн получится открыть. И я надеюсь, что вы будете открывать эти тайны вместе со мной. Ну, а чтобы видео выходили чаще, обязательно ставь лайк, потому что, говорят, это продвигает видео в рекомендации. Ну вот, друзья, наконец мы на свободе. Мы по другую сторону ворот. Мы это сделали. Мы это сделали. Спасибо тебе огромное. На меня вообще, конечно, произвело колоссальное впечатление. Лесная дача. Причем от ворот еще нужно прилично пройти и проехать, в зависимости от того, на машине вы или пешком. И дальше огромный заброшенный дом с большими подземельями снизу. Это, конечно, впечатляет. Вот сколько легенд всегда было, что там... Обязательно подземелья, да. И никогда это не оправдывалось. Друзья, на моем канале, на канале «Русские тайны» у Сергея будут два выпуска относительно наших сегодняшних похождений. Я очень рад, что вы приняли участие в них. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарии. И подписывайтесь на наши каналы. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok